Убийцы печени, убийцы поджелудочной, убийцы нашей хорошей фигуры и убийцы памяти. Сахар, сахар, сахар. Да как же это все надоело! На самом деле, действительно, сахар является виновником дисбаланса этих органов, но не сахаром единым. И сегодня мы поговорим с вами о том, что же на самом деле ухудшает нашу память, кроме сахара. Здравствуйте! Меня зовут Марина Жигульская. И на этом канале мы учимся избавляться от патологий, состояний и диагнозов при помощи нутрициологии. И сегодня мы с вами будем говорить о том, что же уносит нашу память и что может вернуть ее. На самом деле, приемом одних только биологических добавок или исключением сахара из своего рациона, мы, конечно же, не добьемся идеального результата. А вот некоторые рекомендации, которые я дам вам в этом видео, могут существенно повлиять на улучшение ваших когнитивных способностей. Итак, что такое ухудшение когнитивных способностей? Ну, прежде всего, это память, внимание, концентрация, способность сосредоточиться. И вот когда вы начинаете забывать, куда вы положили ключи, какое слово вы хотели сейчас сказать, когда вы не можете сосредоточиться на чем-то одном, потому что вот вы пошли попить чай, теперь посмотрели что-то в телефоне, потом кому-то позвонили, забыли, о чем шла речь до того. Вот это все называется ухудшением когнитивных способностей. И, конечно, в этом виноват наш образ жизни, питание, стресс, сон и так далее. Но я хочу сегодня вам рассказать несколько с другой стороны о том, что либо помогает нам активировать наш интеллект, либо мешает ему. Итак, когда мы рождаемся, мы чистый лист бумаги. У нас нет ни одного навыка, ни одной привычки. У нас есть несколько инстинктов. И потом, по мере того, как мы взрослеем, мы нарабатываем эти навыки. Эти навыки нарабатываются посредством того, что у нас в головном мозге происходят так называемые нейронные связи. То есть нейроны, это отростки нервных окончаний, они связываются между собой и передают сигнал. И когда это происходит многократно, либо под влиянием какой-то сильной эмоции, у нас запечатляется это как память. И мы действуем уже не думая. Мы делаем какие-то вещи по привычке, мы реакции выдаем какие-то автоматические. То есть что-то произошло, и мы автоматически обиделись, например. Или что-то произошло, и мы автоматически расстроились. Потому что вот эти нейронные связи срабатывают. Так вот, мы можем влиять на то, формируются у нас новые нейронные связи, отмирают старые или ничего не происходит, и мы просто проживаем день сурка. Конечно же, так как наша нервная система функционирует в нашем организме, это все зависит от нашего образа жизни и питания. Если мы, например, не добираем жиров, если в нашем рационе много углеводов, если у нас воспаление в организме бушует, все это тоже будет давать нагрузку. Наша поломанная гормональная система, которая начинается с того, что у нас нет мелатонина, мы не ложимся спать вовремя, но зато шарашит кортизол, конечно же, будет ломать весь остальной гормональный фон. Наши истощенные надпочечники, которые вечной тревогой, неудовлетворенностью износились где-то годам к 30, конечно, будут давать нагрузку на гормональную систему, потому что уже будет разбаланс по всем органам. Но! Помимо этого, есть некоторые другие средства, которые профилактируют потерю памяти. Вы наверняка знаете, что болезнь Альцгеймера, это сейчас чуть ли не там в лидерах патологий. А ведь, например, лет 50 назад, если человек с болезнью Альцгеймера приходил, там сбегались все посмотреть, что за чудо чудное, диво дивное. Сейчас это диагностируется гораздо чаще. Болезнь Альцгеймера, если вы не знали, называют сахарным диабетом третьего типа. То есть, все равно сахар, все равно мы возвращаемся к сахару. Но помимо этого, что приводит нас к ухудшению когнитивных способностей, потере памяти, концентрации внимания и болезни Альцгеймера? Как раз те самые нейронные связи. Когда они уже сформировались, мы будем их использовать. Организм экономит энергию, ресурсы, и для него очень проблематично создавать что-то новое. Он будет вполне себе хорошо пользоваться старым, а мы будем терять память. Так вот, наша задача, это не проживать день сурка, это не пялиться в телефон, не смотреть сериалы по телевизору. А наша задача, это начать изучать что-то новое. Например, начать учить иностранный язык, осваивать новую профессию, разбираться, как функционирует ваш организм и как поправить свое здоровье. То есть, любые новые наработки будут способствовать тому, что у вас будут нарабатываться новые нейронные связи. Вы, например, собираетесь на работу, и вы осознаете, каким путем вы на нее идете. Нет, потому что это действуют старые наработанные связи. Вы думаете о чем-то другом, а ноги идут. Ноги идут привычным для вас маршрутом. У вас автоматическое реагирование происходит. Так вот, когда мы начинаем нарабатывать что-то новое, у нас начинают формироваться новые связи, а следовательно, укрепляется нервная система. Вот этот интеллектуальный аппарат наш начинает, ну пусть скрипя, но работать лучше и лучше и лучше с каждым разом. И это же ведь не только когнитивные способности. Вы таким образом влияете на весь свой организм, потому что нервная система и гормональная система, она единая для всего организма. И улучшая память, вы можете улучшить свою гормональную систему. Теперь давайте поговорим о том, а что же делать со старыми привычками. Мы так устроены, что в нашем арсенале где-то 10-12 привычек автоматических реагирований. И вот у нас есть два пути. Либо мы сознательно перестаем пользоваться какими-то двумя старыми, но тогда непонятно, какие два новые зайдут. Наш мозг все равно нацелен на это. Либо мы сознательно добавляем две новые, и непонятно, какие две старые выпадут. То есть вот таким образом устроен наш мозг. Вот таким образом устроен наш организм. Поэтому я предлагаю пойти вторым путем. Сознательно добавить две новые привычки. Не надо бежать сразу во все стороны одновременно, потому что это тоже большая ошибка. Вы начинаете на мотивации, но мотивация долго не живет, мы знаем, и бросаете все через 2-3 дня при первых же сложностях. Начните с чего-то одного, а потом постепенно добавьте второе. Начните, например, изучать, как устроен ваш организм, по каким принципам он работает, как функционирует ваш желудочно-кишечный тракт, и как он влияет на все остальные органы в вашем организме. Именно для этого я записала для вас 4 бесплатных видеоурока, которые помогут вам разобраться, с чего начинать, на что обращать внимание, и по каким критериям, в общем-то, можно судить о том, нормально у вас там все или ненормально. Забрать эти уроки вы можете в описании к этому видео. Итак, как стать умнее? В первую очередь прекратить пользоваться старыми нейронными связями и начать создавать новые. Прирост вот этих новых нейронных связей создает любое новое дело. Старое? Нет. Старое отправит вас по той старой колее, и вы будете иметь те же результаты, что и имели раньше. Притом, вы же знаете, что когда мы бросаем любую свою нехорошую привычку, есть сладкое, например, или курить, или играть в азартные игры, то эти старые нейронные связи не так-то уж и хотят нас отпустить. Они будут стягивать вас в старую колею снова, снова и снова. Но с каждым разом все слабее, и слабее, и слабее. И поэтому вот это тот момент, который надо учитывать, что когда мы перестраиваем либо наш образ жизни, либо рацион питания, либо наши привычки, мы будем неизбежно сталкиваться с непривычными для нас трудностями. И это не повод остановиться, это повод понять, что значит я двигаюсь правильно. И таким образом вы придете к тому новому себе, который все так страстно мечтают получить, но получить вот по щелчку пальцев с понедельника во вторник. Это невозможно. Возможно только тем, что вы осознаете, что происходит в вашем организме и на каком этапе вы сейчас находитесь. Итак, если вы узнали что-то новое для себя из этого ролика, поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и напишите в комментариях, какие новые привычки вы решили внедрить в свою жизнь. А с вами была Марина Жигульская из Школа Здоровья и Ресурс. До новых встреч!